приветствую вас уважаемые зрители моего канала сегодня хочу поделиться с вами одним очень вкусным и быстрым рецептом домашних пирожков с мясом так сказать бабушкин рецепт что нам понадобится для приготовления для теста нам понадобится 550 грамм муки 2 яйца столовая ложка дрожжей чайная ложка соли 2 столовых ложки сахара 160 миллилитров молока 100 миллилитров воды для фарша нам понадобится свиноговяжий фарш примерно килограмм 1 большая луковица и приправы друзья используйте по вкусу кому какие нравятся я буду использовать только смесь перцев начнем друзья готовить наши пирожки из теста тесто буду замешивать хлебопечки сразу все высыпаю соль сахар дрожжи говорится в муку без всякого предварительного замачивания дрожжей воду с молоком также сразу выливаем и добавляю одно яйцо включаем программу свежее тесто и начинаем вымешивать примерно минут 15 тесто почти замесилась и добавляю в него примерно 2 столовых ложки растительного масла пусть минутки 2 она еще помешается с маслом посмотрите друзья как замесилась наше тесто получился такой вот красивенький колобочек сейчас накрою его крышечкой и уберу тесто в теплое место я уберу в плиту разогретую до 35 градусов часа на два но через час обязательно проверю и перемешаю еще разок но пока тесто будет стоять у нас на расстойке займусь фаршем фарш заранее не готовил все будем делать на сковороде сначала прожариваем мелко нарезанный лучок здесь у нас напомню одна большая луковица и после того как лучок у нас начнет подрумяниваться выложим наш фарш как только увидели что лучок начал желтеть выкладываем наш фарш и хорошенько его так вот разделываем ложкой добавляем немного соли соль добавляйте по вкусу кто любит посоленее солите больше кто любит соли меньше солите меньше и добавляю фарш смесь перцев приправ также добавляете по вкусу теперь хорошенько все стараемся перемешать по мере того как фарш будет прожариваться он будет становиться более рассыпчатый более податливый и вы его без проблем перемешаете с луком равномерно но опять смотрите если вам нравится лук помельче делайте его помельче можете натереть его на терке кому как нравится у кого какие вкусовые предпочтения мне больше нравится фарша когда лук крупный не знаю мне кажется он более сочный вот как видите потихонечку все перемешиваем и доводим наш фарш до готовности но он приготовится он станет полностью рассыпчатым если у вас ваш водянистый и сильно начнет выпускать сок можно вот так вот ложечкой его собрать на одну сторону сковородки и немножко его выпарить он выпаривается очень быстро и без каких-либо проблем сначала на одну сторону потом можно фарш перегнать на другую сторону и выпаривать с этой стороны в течение за пару минут у вас лишняя влага с фарша выпариться и уйдет как видите друзья фарш наш уже практически готов вся влага с него лишняя испарилась фарш стал у нас полностью рассыпчатым хорошо перемешался с луком с приправами а теперь выключаем наш газ даем фаршу хорошо остыть а пока фарш остывает как раз будет готовое наше тесто и мы начнем лепить наши пирожки но пока подождем наш фарш полностью остыл я его попробовал немножко подсолил и немножко добавил еще приправы добавил смесь перцев и и теперь посмотрите как подошло наше тесто через два часа полностью наша мисочка переходим на другой стол и начинаем лепить смотрите какое тесто пышное растительное масло теперь наше тесто делим на части и начинаем делать наши пирожки берём нашу заготовку я делаю рукой кулаком аккуратненько разравниваю в лист наше тесто примерно равномерно добавляю 2 столовых ложки фарша и аккуратненько залепливаю наш пирожок вы делаете пирожки как вам удобно друзья у каждого своей технологии но мне удобней так вот их слепить хорошенько смотрите шок все слепилась примерно вот такой пирожок отправляем на противень продолжаем также берем заготовочку аккуратненько кулаком разравниваем равномерно стараемся сделать добавляем 2 столовых ложки фарша и залепливаем наш пирожок аккуратно равномерно делайте пирожки как кому нравится подкорректировал наши пирожки пришла жена немножко помогла мне сделать более красивую косичку или правильно назвать ну а второе яйцо развел вилкой беру силиконовую лопатку и аккуратненько равномерно смазываем наши пирожки как раз пока разогревается духовка духовку разогревают до 220 градусов и наши пирожки буду выпекать примерно 15-17 минут не более того вот опять же смотрите по своим духовкам смотрите как пирожки подходят как румянятся после этого конечно выключайте если они будут готовы каждого духовки разные по-разному нагреваются по-разному греют поэтому все в процессе ну а я пока намажу наши пирожки минут пять еще подожду чтобы они расстоялись и буду ставить в духовку прежде чем друзья ставить пирожки в духовку обязательно поставьте туда емкость с водой чтобы был в духовке пар и вот дорогие зрители тот самый момент прошло 17 минут и посмотрите какие красивые румяные пирожки у нас получились один немножко лопнул вытек сок но ничего страшного зато остальные какой друзья аромат какая красота сейчас пол часика дадим остыть и будем пробовать дорогие зрители такие пирожки у нас получились наконец-то они остыли и их можно попробовать мягенькие какие румяные вкусный аромат и посмотрите как они хорошо подошли ну а на этом друзья буду заканчивать буду кушать свои пирожки пока они теплые рекомендую приготовить и вам по моему рецепту потому что пирожки получаются очень очень вкусные и можно их делать не только с мясом можно делать с рисом и яйцом с луком и яйцом короче наш на все что хватит у вас фантазии от меня друзья вам всех благ вам вашим близким оставайтесь на канале до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok